Всем привет, меня зовут Андрей, я разработчик компании Mediasoft, как вы здесь уже сказали. Наша компания занимается сложной и нетиповой разработкой на PHP, в том числе и на Bittrex. Многие опытные программисты в нашей фирме зачастую немного ругают Bittrex за не самую удобную архитектуру. Признаться честно, я тоже был в их числе, и на одном из проектов мы решили попробовать это изменить. Для начала мы определились с тем, что нас больше всего не устраивает. И нас не устраивало то, что приходится писать модули, для них приходится писать install, uninstall и много другого лишнего кода. То есть мы потому что не выкладываем модули на marketplace, и нам это все не нужно. Также нас очень не устраивал Bittrex автозагрузчик. Нам тоже хотелось чуть-чуть удобнее его сделать, чтобы можно было не писать карты классов и не именовать все файлы в нижнем регистре. Также нас не устраивало то, что нет единой точки входа в приложение, и много файлов индекс PHP. И всегда оставался вопрос, где же хранить данные, которые забивают редакторы. Есть инфоблоки, high-load инфоблоки, либо ORM. О них я чуть подробнее расскажу позже. Вот это типовая структура проекта на Bittrex. Папочки, точки входа. Код в них дублируется во многом, и нет MVC в нашем его понимании, так сказать. Также в каждом из этих файлов обычно подключается какой-нибудь комплексный компонент, и там дублируется логика обработки URL-ов, ЧПУ. Из плюсов можно сказать, что все привыкли к такой структуре, и удобно создавать странички через админку. Как я уже сказал, MVC в нашем понимании, но немножко другое. Это вот MVC в понимании Bittrex. Model – это модули и различные ORM сущности, либо инфоблоки. View – это шаблоны компонентов, а контроллеры – это сами компоненты. Мы с этим немножко не согласны, потому что компоненты обычно превращаются в огромные штуки, которые делают не то, что должны делать контроллеры, а делают практически все. Мы решили это попробовать изменить и начали бороться сначала с автозагрузчиком, поскольку это было самое простое. Мы долго не мучились с решением, мы подключили композер. У композера есть огромный плюс – он подключается в абсолютно любой проект одной-единственной строчкой. Ну и небольшим конфигурационным файлом. Это нам сразу дало PSR4 и возможность отказаться от модулей. То есть мы сложили весь наш код в единый namespace, который просто лежал в папке local и там начинался. Таким образом мы отказались полностью от модулей. Дальше мы добавили роутинг. Вот так вот он выглядит внутри. Внутри используется только стандартный битриксовый C-компанент-энджин. Таким образом мы начали делать MVC-архитектуру. Сейчас попробую показать. Мы прописали маршруты и к каждому маршруту прикрутили контроллер. По аналогии с симфоническим роутингом. Но, к сожалению, битрикс так не заработал сразу. И у нас перестали работать темы. Для этого мы пошли тоже простым путем. Вообще простые пути – это было основное, на что мы ориентировались. Мы просто добавили вьюшки к каждому нашему маршруту. Все стало хорошо. Мы в контроллере просто возвращали нужные данные. Они тут же обрабатывались с указанной вьюхой. А если это был XHR-запрос, мы решили просто пропускать вью и сразу отдавать стандартизированный JSON. Таким образом мы бесплатно практически получили себе удобный REST API, который отдавал JSON по необходимости. Но по-прежнему нельзя было создавать страницу через админку у нас. Это мы поломали случайно. Благодаря этому у нас также еще добавилось то, что шаблоны стали четко структуризированы. Они оказались не в папке template, они оказались в нашем же namespace, также по аналогии с Symfony. У нас получилась вот такая вот версия MVC для Bittrex. У нас появились контроллеры, которые очень тонкие. Они всего лишь говорят, из какой модели выбрать данные, ориентируясь на реквест текущий. У нас появились вьюшки, которые ни на что, кроме как за отображение не отвечают. Ну и, собственно говоря, все слои приложения очень четко разделились. Если помните, я сказал, что у нас сломались стандартные странички, которые создаются через админку, мы тоже решили поправить, потому что очень хотелось получить этот функционал обратно. Пошли простым путем. Собрали в хедере весь контент страницы, выводимый в буфер, а в футере просто вызвали нужный контроллер с нужной вьюшкой и передали им эти данные. Битрикс битриксом хочется делать еще красивее. Мы пошли еще дальше в сторону симфония и притащили в наш проект твик. Твик мы притащили композером. И поскольку рендер вьюшке у нас был описан свой, и от битриксовых шаблонов мы уже отказались, твик туда очень легко интегрировался. Он позволил нам сделать наследование шаблонов и честную систему лейаутов. То, что сложно сделать в PHP-шаблонах. Благодаря этому у нас HTML-код перестал дублироваться местами и стал более читабельный. Это позволило нам ускорить интеграцию верстки в разы буквально. Также нельзя не упомянуть твик и экстеншн, который помимо ускорения написания шаблонов позволил нам ускорить их обработку. Конечно, они кэшируются, но при холодном старте это дает свои преимущества. Твик – это хорошо, но мы пошли еще дальше и отказались от передачи HTML в аяксовых запросах. На нашем проекте было очень много динамических блоков и различных подгрузок, бесконечные скроллы и прочий динамичный контент. Мы решили, что поскольку у нас уже есть твик и написаны для него шаблоны, почему бы не брендерить эти же шаблоны на клиенте. Мы подключили твик.js. Про твик.js я бы хотел сразу вас предупредить. Это не самая приятная штука на самом деле. И она принесла гораздо больше минусов, чем плюсов. Во-первых, он не работает так, как работает твик на PHP. Он не поддерживает автоэкранирование. И это на самом деле большая проблема, гораздо крупнее, чем кажется на первый взгляд. Также нельзя писать расширение более для твика, потому что если вы напишите сложное расширение для твика на PHP, вам придется полностью его продублировать на JS. А это двойная работа и вряд ли ваш заказчик захочет за это заплатить. Ну и также шаблоны надо как-то отправлять на клиент. И это тоже проблема. Я скажу, что автоэкранирование мы решили. И скоро я это отправлю по реквестам на GitHub, и там это теперь будет. От экстеншенов мы просто отказались. Не очень-то и хотелось их писать. Проблеме передачи шаблонов клиента мы подошли чуть серьезнее. Мы посмотрели на все современные системы сборки для фронтенда. Это гульп, грант, симфонический ассетик бандл посмотрели. Ассетик было просто очень тяжело интегрировать с Bittrex, поэтому от него отказались. Ну и в принципе он там не особо нужен. Остальные же требовали Node.js, тянули кучу различных модулей из NPM. И далеко не все наши разработчики вообще знакомы с такими системами. Нам хотелось соблюдать принцип KISS. Мы накатали простенький ассет менеджер. Как громко стало. Наш ассет менеджер это конфигурационный файл в Ямле, в котором перечислены по порядку стили, скрипты и шаблоны. Все это дело подключается стандартными битриксовыми методами, просто по порядку из массива через ассет, который есть в Bittrex. Это в деф-окружении. Благодаря этому же нам удалось написать очень простой способ минификации всех этих файлов без единых ошибок. Они по тому же списку собираются в один единый CSS файл и единственный JS файл. Шаблоны в том числе они заворачиваются в JS строчку и кладутся в кэш твига. А соответственно, поскольку это JS файл минифицирован, еще попадает и в кэш клиента. То есть при первом же заходе на наш сайт клиент получает себе абсолютно все необходимые ему статические файлы, за исключением картинок. Когда мы разобрались с архитектурой, шаблонами и вообще фронт-эндом, мы решили перейти к бизнес-логике. И тут началось самое интересное. Мы долго спорили, где хранить данные в инфоблоках или все же в ORM. Инфоблоки были очень удобны тем, что для них все готово. Можно даже в принципе не писать код, просто создавать инфоблок и добавлять в него свойства. Потом эти инфоблоки переносить, собственно говоря, на площадке. Это было хорошо, но было множество и минусов. Во-первых, у инфоблоков старый API, он не совсем красивый и генерит много стрикто ошибок. Нам это не нравилось, то, что в IDE все желтым светится. Также инфоблоки могут случайно редакторы или админы портала поменять, удалить какое-нибудь свойство и что-нибудь может поломаться, мы об этом даже не сразу узнаем. Ну и все данные свалены в кучу. Если вы когда-нибудь промахивались на большой базе данных с ARF-фильтром, вы прекрасно понимаете, что пару запросов могут все уложить абсолютно. Вторым вариантом был ORM. Highload инфоблоки мы в принципе не рассматривали, потому что это такой переходный вариант. Внутри используют юзерфилды и, собственно, та же самая ORM. В ORM нас устраивало все, кроме админки. Админку приходилось писать руками, а если вы писали админку для битрекса руками, то вы знаете, что это такое. Это огромное полотно кода, это просто нереальное количество кода. Он всегда дублируется и там меняются в принципе лишь таблички и чуть-чуть фильтры. А еще внизу файла вам каждый раз приходится верстать этот самый фильтр. Это, к примеру, страница списков. Страницы форума вам также приходится полностью описывать каждый раз, и это ужасно. В общем, нам там не нравилось все в битрексовой админке. И мы вновь окунулись в мир симфонии и начали искать там источник вдохновения. Нашелся сонат Admin Bundle, который всем нам очень нравился. Нравился нам тем, что благодаря нему можно создавать простенькие крат-странички, которые в основном-то и нужны для админки. Буквально за считанные минуты вам достаточно написать небольшое декларативное описание, и все у вас будет работать. Мы решили, что у нас должно быть как минимум не хуже. Ну и у нас получилось, кажется. Мы на первом этапе написали генератор списков. Вся информация о полях, блин, не видно кода. Здесь вот идет небольшое описание, то есть поле, title, поле, title, поле, title и все. Все остальное берется из ORM, то есть даже по референсу подтягивается тип поля, и, соответственно, мы рендерим, к примеру, если это Boolean поле, то мы рендерим красную или зеленую лампочку. Также он поддерживает редактирование внутри самого списка. Также благодаря ORM валидация работает стандартная битриксовая. В общем, внутри все битриксовое. В итоге получается вот такая страничка, которая тоже ничем не отличается, кроме того, что для ее создания необходимо написать лишь один небольшой конфиг, указать в нем, какая сущность и какие поля вывести. На втором этапе мы написали генератор форм. Он стал работать чуть-чуть по-другому, поскольку c-форм использовать был бессмысленно, естественно. В качестве генератора форм мы сделали набор классов. Каждый класс реализует какое-нибудь поле, и к каждому классу привязана соответствующая вьюшка в твиге. Все это работает очень быстро, кэшируется в админке, в том числе для создания новых типов полей достаточно просто унаследоваться от необходимого и добавить, возможно, новое вью. Формы мы сделали сразу универсальными. Их можно использовать, в принципе, даже не только в админке, если описать для них шаблоны с подходящей вам версткой. Для формы сущностей, для формы редактирования и создания сущности ОРМ даже не приходится описывать поля. Оно все автоматически подтягивается, и те поля, которые реквайрируют, они в формочке тоже ставятся обязательными. Валидация также продолжает работать. А, ну вот, форма сущности тут, в принципе, видно лучше. То есть указывается title, указывается путь до класса, ну и странички, какие они в админке. Все, это все, что вам нужно написать. Ну и вгенерить вот эти файлы, в которых будет подключаться один-единственный класс. В итоге вот такие странички получаются для настроек и для сущности. Картинка тоже выводится автоматически и продолжает работать. На создание всего этого дела у нас ушло всего 20 часов. Вот это 20 часов двух разработчиков, на самом деле, 40 получается. И польза, которая нам принесла, она неоценима, поскольку мы смогли полностью отказаться от инфоблоков и писать на битриксе так, чтобы это работало действительно быстро. Как вывод, я могу сказать, что не стесняйтесь автоматизировать скучные моменты и делать различные генераторы, потому что писать маленькие конфиги – это гораздо приятнее, чем тысяча строк однотипного кода, от которого просто кровь из глаз. И когда уже почти все было готово, мы решили улучшить еще один момент, которого вы вначале не заметили – это вывод ошибок. Если кто знает, если кто знает, в битриксе, к примеру, для того, чтобы вывести 404 ошибку, там в битрикс-ньюс, к примеру, вызывается метод, который принимает на входе 6 аргументов, ставит какие-то константы, и все это непонятно, где хендлятся, и вообще непонятно, что происходит и зачем. Мы пошли все тем же симфоническим путем, создали небольшую иерархию эксепшенов. У нас появились HTTP-эксепшены и множество алиэсов для HTTP-эксепшенов, просто чтобы еще больше сократить код. Это такие HTTP-forbidden-эксепшен, HTTP-bad-request-эксепшен и прочее. Эти эксепшены, они не вызывают краха приложения. То есть для нас эксепшен – это более не фатальная ошибка, а просто стандартная ситуация. Они хендлятся, выставляется правильный код ответа для пользователя, и ему, соответственно, отрисовывается правильная страничка. У нас есть error-контроллер, который обрабатывает этот эксепшен и рендерит соответствующую вьюху ему. Все остальные эксепшены, они конвертируются в HTTP-эксепшен с кодом 500, логируются, и мы таким образом не пропускаем ни одной ошибки в нашем коде. Все это делается также за считанные минуты и приносит вам огромную пользу. Что в итоге? В итоге у нас получилось, так сказать, третье ядро битрикса, которое соблюдает принципы solid, и, самое главное, кис, которым мы более всего руководствовались. Новые сущности у нас добавляются моментально, админку для них делать также моментально. Мы убрали всю рутину, сделали единую точку входа в приложение и перенесли к тому же часть нагрузки на клиент благодаря Twig.js. Из минусов нашего подхода можно сказать, что уровень входа в приложение достаточно сильно повысился, потому что, когда приходит битрикс-разработчик, он не сразу понимает, что здесь вообще происходит и что мы наделали. Где это может быть полезно? Ну, любой проект, который вы не собираетесь продавать на маркетплейсе. Такой проект, который вы пишете для заказчика и собираетесь его долгое время поддерживать и расширять. Потому что для маркетплейса вам все же пришлось бы делать отдельные модули, инсталлы, анинсталлы и все, что с ним связано. Что я всем этим хотел сказать, это то, что битрикс за последние годы стал не просто CMS, а настоящим удобным фреймворком. В принципе, к нему подключаются любые библиотеки, любые удобные технологии с ним можно теперь использовать. Не стесняйтесь экспериментировать. Иногда лучше день потерять, а потом за пять минут долететь. Спасибо за внимание. Битрикс и симфония. Это круто. Вопросы? Есть ли у кого-нибудь? Вообще, мы когда внутри этот доклад обсуждали, когда коллеги прислали доклад на партнерку, мы в основном с разработчиками. Я говорю, ну, вроде как в докладе говорится про то, как все в битриксе плохо. Они посмотрели, посмотрели, говорят, нет, тут в докладе говорится о том, какая гибкая и хорошая платформа, что на ней возможен такой подход. Да, мы на самом деле любим битрикс. И решили показать альтернативные и другие подходы видения. Вопросы? Ни у кого нет? Есть. Сейчас там. Может быть, я где-то не уловил, но лично я не понял, почему вы не использовали сразу симфонии, а потратили 40 часов, чтобы сделать вот это. Я знал, что будет этот вопрос. Во-первых, у битрикса есть крутая на самом деле админка. Она очень удобная. Очень много людей умеет ей пользоваться. И, собственно говоря, у заказчика есть редакторы, которым нужно забивать контент. И если ему дать этому редактору что-нибудь отличное от битрикса, ему туда придется очень долго въезжать. Поэтому битрикс здесь был действительно нужен. Для того, чтобы... Заканчивается предыдущий. Просто для того, чтобы людям было... Для того, чтобы людям было просто. ОРМ в нашем случае, он нам подходит. И все наши задачи он как бы выполняет. Я думаю, что вы наверняка используете базовые вещи, типа пользователи, права, еще что-то. Да, естественно, пользователи, права. Все это осталось. То есть мы используем полностью битрикс фреймворк, но не используем битрикс CMS. То есть мы оставили ядро D7, используем только его. А весь legacy код битрикса мы не используем. Спасибо. Еще? Нет больше вопросов? Секунду. Я правильно понял, что систему авторизации вы не трогали, оставили битриксовую? Да, система авторизации осталась битриксовой. И в принципе у нас все битриксовое продолжит работать в нашей архитектуре. То есть вы также можете с маркетплейса скачать модуль, и он спокойно подключится, создаст там свои файлы публички, и туда можно будет попасть, потому что то, что они физически есть, и Nginx, он сначала их откроет, а не будет редиректить на наш индекс PHP, где подключается наш собственный роутер и наша маршрутеризация внутренняя. Продолжение следует...